Об экономии финансов в стихах студенты Чувашского государственного университета имени Ульянова стали победителями конкурса проектов «Бюджет для граждан». Его организатор – Министерство финансов Чувашии. Стоит ли брать микрозайм, на что обращать внимание при заключении кредитного договора и как рационально выстраивать личный бюджет? На конкурс можно было представить и свое видение главного финансового документа страны, региона, в максимально интересной и понятной форме. Стихи, сайты, презентации и видеоролики. Всего было подано более 50 работ. Номинаций было 6. Студентка экономического факультета ЧГУ Наталья Борисова победила в направлении «Бюджет в стихах». Стихи – это прекрасная возможность творчески выразить себя. В первую очередь я показала их родителям. После их одобрения я уже поотправила на конкурс. Они помогли в плане рифмы. С этим мы постарались как-то все очень аккуратненько сделать. Отрывок из Тихолариня. НДФЛ, акцизы, НДС. В бюджете федеральном есть. Налог на транспорт, на игру. Для регионов соберу. Что ж, разберем и местный. Не менее всем интересный. А Анастасия Осипова и ее команда стали первыми в номинации «Бюджетный квест». Игры по станции помогают понять, как не попасть в ловушку при оформлении кредита, что такое налоговый вычет и как начисляют пенсию. В бюджетном квесте могут участвовать как школьники, так и студенты. Трудности, наверное, возникали в придумывании именно тем, связанных с финансами. Нам помогал наш преподаватель. То есть при возникновении вопросов мы обращались к нему и всегда могли услышать совет, какую-то идею новую получить. Конкурс «Бюджет для граждан» проходит пятый год подряд. Наша задача – это обеспечить доступность, предоставленную информацию о бюджете, соответственно, открытость его. По данным открытости мы среди субъектов и Российской Федерации, и Приворского федерального округа являемся одним из лучших. Здесь в большей части, конечно, активность проявляет молодежь. Нас это очень радует, и, соответственно, из года в год мы проводим такую интересную, так скажем, тему заявляем, несколько и стимулируем участников нашего конкурса.